Здравствуйте! Мы начинаем с вами изучать нервную систему. Тема нашего сегодняшнего занятия – регуляция процессов жизнедеятельности организма. На сегодняшнем учебном занятии мы узнаем, какие функции выполняет нервная система, как взаимосвязаны организм и среда, как осуществляется регуляция физиологических функций. Изучим нервную регуляцию, гуморальную регуляцию и нейрогуморальную регуляцию. Нервная система очень важна для жизнедеятельности организма. Нервная система регулирует, координирует и объединяет работу всех органов и систем. Нервная система осуществляет связь организма с внешней средой, обеспечивает постоянство внутренней среды и тем самым выживание организма. Способность нервной системы воспринимать, обрабатывать, хранить и воспроизводить информацию лежит в основе психических процессов. Нервная система участвует в организации целенаправленного поведения человека, формировании мотивации, удовлетворении его биологических и социальных потребностей, включая творческую деятельность. Жизнедеятельность организма зависит от условий его существования. Изменяется среда, изменяются физиологические процессы и функции. Организм адаптируется, приспосабливается к внешнему миру и продолжает свое существование. Способность к адаптации сочетается со способностью организма сохранять постоянство своего внутреннего состояния. Такие показатели, как концентрация в крови неорганических и органических веществ, температура тела, остаются относительно стабильными даже при условии значительных колебаний параметров среды обитания. Приспособление организма к изменившимся условиям существования достигается в результате регуляции функций и, как следствие, согласованная деятельность всех его клеток, тканей, органов и систем. У высших животных, в том числе и у человека, главными формами физиологической регуляции являются нервная и гуморальная регуляция. Нервная регуляция осуществляется с помощью нервной системы. Нервная система преобразует в электрические импульсы информацию. Электрические импульсы передаются в спинной и головной мозг, где формируются программы действий и отдаются команды. Нервные импульсы приходят к строго определенным органам, поэтому нервные влияния передаются к органам-исполнителям очень быстро. Гуморальная регуляция осуществляется с помощью биологически активных веществ, которые разносятся кровью и лимфой по всему организму. Возникает закономерный вопрос. Какой из механизмов регуляции возник раньше – нервный или гуморальный? Гуморальная регуляция возникла в процессе эволюции раньше, чем нервная. Вспомните особенности организации амебы и инфузории. Они, несмотря на отсутствие нервной системы, были способны реагировать на химическое раздражение. Биологически активные вещества доставляются ко всем тканям и органам тела. Распространяются они медленно. А значит, гуморальная регуляция не может обеспечить быструю реакцию органов и их систем на внутренние и внешние раздражители. Гуморальные и нервные механизмы регуляции связаны между собой. Нервная система контролирует секреторные функции целого ряда желез внутренней секреции. В свою очередь, синтезируемые биологически активные вещества меняют функциональное состояние нервной системы. В организме человека нервные и гуморальные механизмы развиваются вместе и совместно обеспечивают эффективную нейрогуморальную регуляцию, взаимодополняя, усиливая или ограничивая друг друга. Гуморальные и нервные механизмы регуляции взаимодействуют по принципу прямой и обратной связи. Нервная регуляция обеспечивает реализацию прямой связи, а гуморальная – обратной. Если биологически активное вещество увеличивает активность структур, которые его продуцируют, такая обратная связь называется положительной, а если уменьшает – отрицательной. В основе гуморальных регуляторных механизмов лежит главным образом отрицательная обратная связь. Нервная регуляция обеспечивает согласованную работу всех клеток, тканей, органов и их систем и позволяет организму существовать как единому целому в меняющихся условиях среды. Давайте повторим. Продолжите предложение. Проверьте себя. Давайте повторим главное. Нервная регуляция осуществляется практически мгновенно и максимально точно. Гуморальная регуляция происходит с помощью биологически активных веществ, она протекает относительно медленно и не имеет точного адресата. В основе нервного и гуморального механизмов регуляции лежит принцип прямой и обратной связи. Итак, ваше домашнее задание. Прочитайте параграф «Регуляция процессов жизнедеятельности организма». Ответьте на вопрос «Как вы думаете, эволюционирует ли нервная система современного человека?» Удачи вам, ребята, в изучении биологии! Продолжение следует...